Добрый вечер! Мы снова вместе и снова с рассказом о самых важных событиях уходящей недели в студии Екатерина Абрамова. Еще одно назначение этой недели Сергей Кириенко. Глава Росатома сменил как раз Вячеслава Володина в Кремлевской администрации. Теперь он будет курировать внутреннюю политику в стране. И хотя такие разговоры шли еще на прошлой неделе, все же это стало определенным сюрпризом. Конечно, не таким, как 18 лет назад, когда Борис Ельцин доверил Кириенко Белый дом. 35-летнего премьера в народе тогда прозвали киндер-сюрпризом. Правда, длилось это премьерство совсем недолго, с апреля по август. Через неделю после объявления о девальвации рубля и дефолта президент отправил Кириенко в отставку. Почему мы не говорили о девальвации раньше? Наверное, просто потому, что только дурак или провокатор может на переполненном людьми корабле кричать пожар, если увидел дым. Пожар гасит молча. В противном случае начинается паника, от которой будет хуже всем. Правда, есть существенная деталь. Тогда, в 1998-м, правительство под руководством Кириенко подготовило антикризисный план. Однако Дума отказалась его принимать. Вообще же, свою карьеру Кириенко начал в городе Горьком. Сегодня это Нижний Новгород. Там учился в Горьковском институте инженеров водного транспорта. Трудился сначала мастером цеха на заводе Красная Сормова. Дальше карьера круто пошла вверх. Сначала первым секретарем Горьковского обкома ВОЛКСМ он организовал и возглавил акционерный молодежный концерн. Быстро нашел общий язык с губернатором Борисом Немцовым, тот позже и пригласил Кириенко в Москву. После не слишком удачного премьерского опыта Кириенко участвовал в создании партии «Союз правых сил». Этот проект на тот момент оказался как раз успешным. Но потом снова возвращение на Волгу, в Нижний Новгород, уже в качестве полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Либерального и молодого политика губернаторы тогда встретили весьма благожелательно. Но в 2005-м Кириенко опять призвали в Москву. Он возглавил «Росатом» там до недавнего перевода в Кремль и работал. Сделал немало. Превратил агентство в государственную корпорацию, которая сегодня объединяет практически все предприятия атомной отрасли. И военные, и гражданские. А также неплохо зарабатывает общая сумма зарубежных заказов на этот год. Больше чем 130 миллиардов долларов. Вот такое минувшую неделю увидели наши корреспонденты, редакторы и операторы. Мы же с вами прощаемся до следующего воскресенья. Всего доброго. Вместе интересно. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok